Всем привет, ребята! Мы находимся в солнечной Армении. И сегодня в этом выпуске нас ждет наикрутейший водопад в Армении. Нас ждет, наконец-то, Арарат Его Величества, ночевка с его видом. Там, кстати, произойдет очень интересная ситуация, так что ни в коем случае не перематывайте. И, конечно, мы посетим очень знаковое место в истории Армении. Так что, друзья мои, ставьте лайкосики, пишите комментарии, сделайте репост в свои социальные сети, по-братски, а? И, конечно, вот здесь вот я оставлю реквизиты для тех ребят, кто нас всегда поддерживает и сегодня захочет нас поддержать после этого видосика. Ну а теперь погнали в путешествие по Армении. Ну все, как говорится, говорим спасибо этому дому. Обязательно в нашем авторском гайде мы поделимся контактом. Если решим сюда приехать на горнолыжку, то тоже заселимся сюда, потому что это лучший вариант цены, качества. Ну а мы отправляемся дальше. Едем мы, значит, водопад называется Шаки, либо Шаким. Ехать нам до него полтора часа. Сколько километров? 80, по-моему. Есть короткий путь, там что-то навигатор показывает серым. Поэтому не знаю, может, про него, конечно, прокатимся. Либо чуть делаешь крюк, вот если через срез, через этот серый, то 60 с копейками, а так 80. Но, по крайней мере, там где 80, там дорога точно хорошая, вот я не знаю. Наверное, лучше не стоит испытывать судьбу, проверять свои колеса. И так здесь дороги, конечно, печальные. Ну, в основном, где мы ездим. И как бы лишний раз ссуваться туда, где трындец, конечно, не хочется. Ну что, все готовы? Да. Точно? Да. Давайте по местам все пристегиваемся. Пристегиваемся ремешочком. Вот и обязательно, ребята. Представляете, ребята. Да, и поехали. Буду ехать сегодня вот так вот в шляпе, как еврей. Настенок говорит, сюда еще надо косички такие повешать, и будет красота. Эта шляпа у нас валялась в боксе, мы ее достали. Настенка ее иногда одевает. А сегодня она моя. Я буду как Джек Воробей, только еврей. Джек Еврей, в путь к водопаду. Проезжаем какую-то зону отдыха. Водичка, пикник, и здесь такие интересные какие-то ворота такие. Прикольные. И сразу есть ярмарка. Горайгю. Какой-то такой городок. Ой, какое там, кстати, сейчас водохранилище будет красивое. Фура за фурой. Едет, и все фуры на иранских номерах. Мы на самом деле очень близко уже границы с Ираном. Здесь буквально там 50-60 километров. И мне вот интересно, кто в курсе, почему на иранских фурах два номера. Один желтый, другой белый. Вот на каждой фуре, неважно, тентованная, цистерна, изотерма. На каждой два номера. Кто знает, напишите в комментариях. Какие впереди горы, все выше, выше, выше и выше. Да. Вот про что я говорил на фуре, видите, два номера. Желтый и белый. Из Ирана. Вот вторая фура. Цистерна. Два номера. Желтый и белый. Иран тоже. Снизу течет чистейшая река Шаки. Мы вот по такой вот дороге двигаемся. Была табличка, что пеший маршрут здесь. Можно пешочком ходить до водопада. Нам до него, по идее, полтора километра ехать. Дорога накатанная, хоть и плохая, но тем не менее. Мы приехали на водопад Шаки и уже кушаем. У нас там греется чаечек. К нам пришел здесь котенок. Мы сразу вспомнили. Дагестан. Да? Тебя мы брать с собой не будем. Дали ему колбасу. Он один кусок съел, второй чуть-чуть. И уже наелся. Да? И уже даже не милкает. Сейчас перекусим. Смотрите, здесь, кстати, можно вообще покушать. Сувениру купить. А меня больше поразила вот эта вот скальная порода. Возле Еревана есть такая локация симфония камней. Вот примерно то же самое. Только здесь вот абсолютно безлюдно. Но здесь проблема в том, что к ней не подойдешь. Ну, либо подойдешь, но нужно в гору трекинг сделать приличный. Сейчас пойдем на водопад. Единственное, как перекусим. Здесь можно просто приехать вообще шашлыки заказать себе, пожарить. Ну, а мы идем вот так вот тропиночкой к водопаду. Уже на самом деле конкретно шумит. Опа! О, здесь люди отдыхают с палаточками, кстати. Что тоже неплохо. Стоит какая скульптура орла. И что-то там написано. О-о-о! Вот, видите? Беседочки. Какой огромнейший мангал. Да! Видишь, какая аккуратно, Родик. Тема, аккуратно. Но здесь круто, конечно, отдохнуть. Не, Родик, по верху идут здесь. Да, здесь вода бурлит, но до водопада... Давай-давай, аккуратненько. Полу-приседи. Давай-давай-давай. Зачем так вкусный дым? Зачем так на нас? Так. Да, здесь, конечно, конкретно бурлит. Пойдем, пойдем. Нам уже виднеется. Он, между прочим, высокий, красивый, половодный. Ну, красота. Вроде такая жара стоит. О-о-о! Ваше величество! Вода Пейшн! Да, здесь вот люди, видите, прямо у подножия отдыхают. Пап! Да, Мирошка, слышите на его эмоции? Пап! Вот это да, но он очень красивый. Что тут скажешь? Да. Ой-ой-ой. Я представляю, какой он, когда снег тает. Ой, есть небольшая пещерка. Как здесь прохладно. Ну, все, здесь еще можно оставаться жить, на самом деле. Смотрите, как красиво. Вот это красотень. Вообще. Вообще свежесть какая, ага. Ну, пойдем, пойдем подальше сюда, пойдем. Мы с Мирошкой идем прямо в эпицентр. Здесь так херачит вода. Ё-пай, смотрите, как прижался. И радуга. Вот это кайф. Вот это красота. Все, мы мокрые, смотрите на руки. А еще какой от него сильный ветер идет. Ой. Вот это, друзья. Вообще, да. Ну, невероятно. Под него даже вставать не надо. Мы все, мы все мокрые вообще. Посмотрите, какая здесь красота. Вот это от него фигачит вообще, да. Вон, оселок вся на сквозь. Да. Не успеваешь фоток, забиваешь. Фотки здесь, конечно, трындец. Ваа. Да, Миросик, красота какая. Ну, невероятно, слушайте. Из иностранных. Классно? Понравилось, Мироша? Из туристов, ну, вообще вот иностранцев. Мы здесь единственные, здесь, видимо, местные только доезжают. Короче, вообще мы пылесосим Армению конкретно. И это вот топовое место, на самом деле. Да, оно далеко находится, даже начиная там от Гумерии, к примеру. Это вот 50 километров или 60 у нас до Ирана. Столько же до Азербайджана здесь остается. Но это точно стоит посетить. Это очень крутой водопад. Ну, ребятки, как вам водопад? Вот, пишите в комментариях. Мы сейчас отправляемся еще в одну локацию. У нас здесь прям совсем рядом, буквально 10-15 километров. Там какие-то древние камни. Ну, сейчас посмотрим. Здесь стоит информационный стенд по ценам. Собственно, нам дали вот такой билетик красивый. Сохраним его. Наконец-то билетики дают красивые. Взрослые, полторы тысячи драм. Дети до 12 лет бесплатно. Мирошка услугу. Настенка вместе с ним. Поэтому мы идем вот с мальчишками втроем. Здесь такие ветра, холмы. Вот на тот холм, на ту гору, да? Можно видеть, есть даже дороги. Можно заехать, проехать. Есть туалеты, кому нужно. Но виды отсюда, да, сногсшибательные. Где-то там уже Иран. Мы все гуглили по Ирану. Мы хотели заехать в Иран, доехать до Тегерана и обратно поехать. Но поняли, что есть два пути. Первое дело через Москву или через Астрахань. Визы туда и заезжать. Второе, это приехать на границу. Попробовать там решить вопрос путем просто дать денег. Дать денег это в размере там типа 20% от стоимости таможенной, стоимости машины. Но эти деньги точно не вернут. Вот, много на форумах изучали информации, поэтому забили на это и поедем сейчас в сторону Еревана после этой достопримечательности. Ну, мы дошли. Добро пожаловать. Такая вот симфония камней. О! Здесь охраняется, естественно, это очень древняя такая штуковина. На билетиках написано, что все деньги идут на сохранность этого музея. Так, здесь вот эта фотка здесь написана по-русски. Я сейчас сфотую, прикреплю на экран, но чтобы лучше изучить, зайдите в наш телеграм, либо на Дзен, там будет вся вот эта информация. Я, конечно, пока не совсем догоняю. Ну, в том плане, что камни и камни. А, ну, вон там камни поинтереснее. Пойдемте, подойдем, посмотрим. Ну, в общем и целом, это же просто камни. Ну, если вкратце, ребятки, информацию передать, то Зорац Карер называется вся вот эта вот история. Уникальный мегалитический археологический памятник Юга Армении. Он известен также под названием Дикдик, Цинцин Карер. Переводится как Карезорг, каменное войско. А в последнее время еще и Караутш. И как раз на карте это место как раз и называется как Караутш. Вот, обозначено зеленой звездочкой. Смысл в том, что, вроде как я понял, под этими камнями захоронены военачальники. Вот, а под какими-то камнями хронены солдаты. Также я прочитал, что здесь проходили всякие археологические раскопки. Вот, под вот этой вот грудой камней захоронены как раз солдаты. А вот эти вот вертикальные, вертикальные, здесь, ну, так сказать, высшее руководство. Под вот этими камнями. Ну, вроде как написано. Здесь, кстати, летом, ну, летом, там, июнь, июль, наверное, еще есть плантации лаванды. Здесь вот остатки, они видны. Вот, так что если вы здесь находитесь, там, в июне, в июле приедете, в следующем году, то здесь, конечно, еще можно классно погулять на лавандовых полях. Мы отправляемся дальше, едем в сторону Еревана. Сейчас у нас план доехать до Арарата, по пути заправиться. Сегодня драм просел относительно рубля, и это хорошо, можно выгодно заправиться. И там наша задача, наша мечта увидеть Арарат и переночевать, а потом еще и проснуться с видом на Арарат. Поехали. 172 километра нам ехать по вот этим всем дорогам. Долго, но что поделаешь. Приедем, сразу будем вставать на ночевку. Посмотрите, в каком красивом ущелье мы едем. Мы это ущелье уже показывали в наших выпусках. Мы ездили в монастыри, которые здесь недалеко находятся, а трассы где-то километров 25. Там просто космические красные скалы. Обязательно посмотрите эти выпуски. Я ссылочку оставлю в описании. Но вот, коль мы сейчас опять снова здесь едем, по этой трассе М2 на Ереван, то грех не показать эту красоту скальную. Мы остановились с нереальным видом. Его тоже уже показывали. В этой деревне мы уже покупали персики. И сейчас снова купили. На этот раз 2 килограмма. Подключили леечку. Нужно помыть сейчас. И сразу кушать. Волосатый моем. Миша, какой волосатый, мохнатый персик. Вода горячая. Ну, конечно, горячая. Нифига, насколько дней кипятилась. Здесь еще виноград, оказывается, растет. Но вот так пару горсточек взяли. С нейтральной территории. Вкусный? Винный. Винный. Теперь буду ехать довольный и персики. И виноград прям с кустов. Ммм, потрясающе. Продолжаем ехать под фрукты. Начинаем двигаться. Серпантин здесь такой. Идет конкретный спуск. Закладывает уши. Такие красивые ущелья. И, конечно, периодически показывается арарат. Единственное, что, конечно, когда он в снегу, он смотрится по-другому немножко. Да. Вообще красавица, а? О, красавица. Вон там вдалеке гора это уже Турция. И вот он, Арарат. Две вершины. Одна вот высокая. Это он и есть. Но в облаках. Вы только поглядите, как он круто смотрится, а? Солнце такое яркое, что не понимаешь. Даже нет очертаний этой горы. Вот с таким прекрасным видом на Арарат мы заезжаем в село Арарат. Здесь хотим купить еду. Возможно, сходить в кафешку, ходить покушать, уже поужинать. И отправиться уже на ночевку. В поисках какого-то хоть кафе нормального проехали. Куча сел уже. Не развито здесь, не развито. Я думал, здесь как-то поприкольнее будет. Вроде Арарат рядом-то. Но нет. По сути, маленькие магазинчики вон. Хозяйственные, строительные. Вот. И эти автосервисы. И по сути, это все. Вроде нашли где поесть. Сейчас отправимся кушать. Закат. Скоро будет. Туда солнце. Арарат. Вершина, кстати, в снегу. Но из-за того, что такое очень-очень яркое солнце, снег толком не видно. Возможно, утром, когда солнце будет там вставать, как раз светить на снег, будет интересно. Ну, посмотрим. Мирвашка, пойдем кушать скорее. Здесь есть небольшая детская площадка. Армянские попугаи. В клетке. Вон. Всякие разные. Ну, прикольно здесь. Сейчас будем смотреть. Здесь прикольная, короче, территория. Здесь, смотрите, подсолнухи растут. На камнях нарисовали. Годы жизни, наверное, каких-то правителей. Если я не ошибаюсь. Вот. Здесь еще одна фонтанчик. Здесь же есть какие-то номера для ночевки. Нам принесли мейню. И что здесь есть? А, кстати, смотрите. Армянский, английский, русский. Это хорошо. Так. Сейчас быстренько глянем. Всякие пиццы даже есть. Прикольно. Харчо даже есть. Парам, шашлыки, кебабы. Вон всякие выпечки. Ой, глянь, душа. Да. Супы вон есть. Борщ пить. Суп солянка спас. Чикен какой-то. Так, ну и все. Это, короче, напитки. Это уже ладно. Давай заказывай. Теперь я пойду с детьми помою. Не дешевый, конечно. Рестик получается. Ценники приличные. Все от двух. От двух пятьсот от трех. Все посмотрим. Сейчас принесут. Принесли пока. Мясо, картошки, хлеба. Да. Мясо. Кебабы взяли. Ну да. Мы посмотрим сейчас, как оно будет. Ну посмотрим, какой размер кебабов. Если он вот такой, конечно. Ну что, вот где мы ели на севане, в рестике, там порции огромные просто вообще. А здесь непонятные. Нам принесли здесь у нас и хлебушеки, картошечка, и зеленушечка, и лучочек, и кебабочка из телятины. Сейчас должны нам еще принести что? Что? Хашламу? Хашламу. Хашламу из телятины тоже. Посмотри, как выглядит. Самбат наш друг советовал. Мы сейчас попробовать, будем пробовать. Но посмотрим, как она здесь. Потом обязательно попробуем еще в другом месте. Это, пожалуйста, хашлама из говядины, да? Вот. Вот, населка этот соли. Кусок урвала. На одиннадцатый, короче, здесь вся еда максимально соленая. Кажется, повар влюбился. Не знаю, как в кого. Короче, вот так выглядит. Давайте, ребятки, чтобы все съели, чтобы все было чистенько за столом. Поели мы на 15 тысяч 400 драм. Слушайте, ну, мы наелись, конечно, но, опять-таки, цена-качество не совсем соответствует. Но, в любом случае, мы очень сильно хотели покушать. И мы уже просто нашли по отзывам, что нормально. И вот сюда и приехали. Поглядите, как на закате открылся Арарат. Вот это да. Ну, реально круто. Вау. Здесь церковь. Опять-таки, давних-давних веков. Блин, Арарат, ребята, мы завтра будем просыпаться с видом на Арарат, прикиньте. А сегодня засыпать с видом на Арарат. Надеюсь, завтра с утра, ну, как, в принципе, на всех больших вершинах, утром обычно не бывает облаков. Поэтому, надеюсь, мы посмотрим в поисках место для ночлега. Посмотрите, мы куда забрались. Да, тут огромное кладбище. Здесь какие-то испарения происходят от озера, наверное. Здесь, видите, такие интересные какие-то реки. Не знаю, что они здесь. И рис выращивают. Вообще, там есть рыбалка точно. Вот, люди ловят рыбу. И, ваше величество, Арарат. Вот, снежная вершина, как будто дымится, да? Но, единственное, что здесь вид не очень интересный, потому что вот эта скала как бы закрывает. Поэтому лучше спуститься вот за вот эту гору и все-таки встать на равнине. Вот, ну и просто здесь как бы так себе, конечно. Вот, смотрите, забор. Это Армения. За забором, ой, господи, Турция. Вон они вышки стоят. Охраняют, короче. Сейчас будем быстренько раскладываться, потому что Мирошка аккуратно с проволокой. Потому что уже все, уже солнце у нас зашло, закат случился, облака раскрасились. Вау! Вау! Это то, о чем мы мечтали. Ребята, мы завтра проснемся вот так вот в машине с видом на Арарат. Вам ни один отель здесь никто так не даст, как вот так вот на машине, либо с палаткой воткнуться, с видом на Арарат уснуть и проснуться. И видны только вот вышки турецкие. Вот их много, кстати. Надеюсь, нас отсюда не прогонят. А то мало ли ночью придут, сейчас засекут, скажут, ааа, кто это? Ну и, конечно, да, главная достопримечательность это вот эта церковь. Завтра проснемся, пойдем здесь гулять и все расскажем про церковь. А все почему? Потому что Носенка немножко почитала, и это место имеет вес вообще в истории Армении. Мы купили такой вкусный арбуз. Единственное, что теплый. Натянули москитку. Здесь очень много комаров, и это будет минус ночевки, потому что он кусает прям, потому что это болотистое место, я же Мреки вот эти показывал, комаров трындец. А Арарат стал почти безоблачный. Невероятно красивый. Короче, здесь так много комаров, мы их травим, здесь реально комариный ад. Мне это напомнило Азовское море. Ну, серьезно, в палатки садишься, тебя всего облепляет. Короче, пока мы здесь травим комаров, подъехали пограничники, причем российские пограничники, представились, и говорят, типа, откуда, что, как, ночуете, нечуете. Я говорю, ночуем. Он говорит, просто здесь, говорит, граница прям с Турцией. Я знаю, говорю, рад надо посмотреть. Он говорит, не, не вопрос, ночуйте, просто здесь могут и ездить кто-то, и могут и военные еще подъехать, побеспокоить ночью. Говорит, если что, записывай мой номер, мне сразу звони. Ну, типа, он сегодня, типа, командир наряда по вот этому воду, говорит, если что, говорит, уполномоченный, говорит, переезжал, разрешил здесь ночевать. Я говорю, ну, окей, но мы думаем, этот, на парковку может переехать, прям к этому, потому что он, говорит, на парковке будет спокойней. Вот. Решили мы переехать, поэтому наш автодом переезжает. Йоу! Йоу! Так, а где здесь вообще путь, где здесь вообще трасса? Неизвестно. Ладно, поехали. Попробуем здесь сначала поехать. А, ну да. Смотрите, кстати, как красиво подсвечивается церковь. Очень великолепно. Хотел сказать, гора Арарат подсвечения. Там, короче, подсвечивается трасса турецкая. Ой, красиво. Поднять, подняли. Разбудить забыли. О-хо-хо-хо! Бляха-муха, какой он красивый, а! Слушай, ну все, вот не зря, что разбудить забыли. Все окей. Сейчас вам покажу красоту. В общем, мы должны были просыпаться именно так. Вот так, Мирошка? Вот так вот. Просыпаться, поворачивать камеру и бараум. Ну, увы, да? Вчера пограничники нам сказали отойдите немножко туда. Ой-ой-ой, смотрите, как красиво. Ни один отельчик не даст. Вот так проснуться с видом на Арарат. Ну, по крайней мере, чтобы это было так близко. Возможно, на пригорке где-то Ереван это и есть этот вид, но здесь, по крайней мере, нету ничего, только природа и сам Арарат. Вот он, красавец, пятитысячник. Мы вчера ехали, думал, все, там снега нету. Вот он думал, блин, но на пяти тысячах по-любому есть снег. И все дело в том, что вот так вот вершина, вот как идет снег, полностью закрыта облаками. Ой, красота. С таким прекрасным видом будем завтракать и хотели именно с таким завтракать и просыпаться с таким видом, но вчера реально вот мы туда переехали на парковку, там комаров не было, ну, вообще, там один залетел, мы полночь вообще спали просто с открытой дверью, потому что в Ереване, конечно, конкретная жарюка. Мы уже даже немножко от такого отвыкли, потому что постоянно ездили по горам и там ночью 10 градусов, 13, то есть мы теплое одеяло даже подоставали, а здесь вот этот ад. Короче, сейчас быстренько приготовим кушать и потом уже пойдем на вот эту церковь-крепость. У нас каждый завтрак первый раз, да? Первый раз на вот эту церковь-крепость смотрим. Ну и, конечно же, в первый раз мы завтракаем с видом на Арарат. Вот так вот. Каждый завтрак у нас все равно красивый. Да. И даже с видом на гору Арарат. Вот представляешь, да? С видом на Эльбрус мы не завтракали, а с видом на Арарат уже позавтракали. Как такое может быть? На Казбек мы завтракали с видом, на Арарат завтракали. Вот так вот. Казбек же тоже пятитысячник, по-моему, да? Наша задача сейчас быстро собраться после завтрака. Быстро собраться происходит вот так. Все, уезжаем с этого места. Едем теперь вот сюда. Конечно, минус у этого места это то, что пылище здесь конкретное. Вообще. Комары дают, я уже говорил. И, кстати, вот сейчас уже время сколько получается без двадцати десять и облачность начинает появляться на Арарате. Поэтому, если вы хотите увидеть Арарат вот так вот снежный и чистый, то, конечно, лучше приезжать и смотреть его до девяти утра. Ну, хотя бы до десяти. Здесь вот в самом уголочке мы сегодня ночевали. Сейчас опять приехали. Парковка здесь платная двести драм. Здесь куча всяких туристических палаток. Соки можно купить, очочки. в картине. Две тысячи драм стоит попугай. Не, не, спасибо. Так, и отправляемся гулять. Так, купили на стенке панамку Армения. Все, пошли. Довольно. А дальше начинается вот такая бесконечная лестница и, как всегда, наш самый главный человек ездит на папке. Фух. Сейчас мы идем в очень знаковое место. Это монастырь, который называется Хор Вираб. Он находится рядом с границей Турции. Самое ближайшее место к горе Арарат, священной горе. Хор Вираб был основан в седьмом веке. Здесь на подъеме установлены какие-то плиты и все написано на армянском, поэтому тут уже ничего не скажешь. Сейчас подойдем к главному виду, который открывается на гору Арарат. Кстати, на этом месте находилась четвертая столица Армении, которая называлась Арташат. Внутри монастыря главная церковь Святой Богородицы 17 века. А еще здесь есть подземная тюрьма, где 15 лет был в заточении Святой Григорий Просветитель. Собственно, Хор Вираб и означает в переводе глубокая темница. Кстати, почему это очень знаковое еще место? Именно на этом месте было принято христианство армянями. Представляете, как? Вот в таком вот мы месте очень-очень мощном находимся. Это вход. Сюда вход бесплатный, как мы видим. Ну, пойдемте гулять. Кстати, можно сделать вот, пожалуйста, на память монету. Я уже говорил, что здесь везде стоят такие аппараты прикольные. Есть бинокль, можно посмотреть на гору Арарат. не знаю, зачем он нужен, конечно. И так ее видно. Сама церковь, куда тоже можно зайти. И сувенирные лавки. Да, и, конечно же, здесь можно погулять вот по улочкам, а в определенных камнях есть всякие разные надписи, выбитые. здесь уходят куда-то вниз лестницы. Это как раз наверно тюрьма подземная там. Пойдем посмотрим. Мы начинаем спускаться с Темкой куда-то туда глубоко, в общем. Подожди, Тем, подожди. А Родик идет? Нет, я в дозу. Все, ты не пойдешь, Родик? Я пойду. Так спускайся сразу за ним. Окей. Здесь прям как-то опасно. А вот кстати, это и есть видимо темница, в которой содержался сколько-то лет здесь история в картинках. подъем сюда получается вообще вертикальный. Это вот все видите в земле вырублено и сделана лестница. Давай, давай, Темка, поднимайся. Здесь куча каких-то темниц. Сейчас это уже вот здесь ставят свечи. А теперь начинаем подниматься. Здесь вот можно подняться вот прям крестую флагу Армении. Пойдемте оба сходим. Да, здесь конечно вид красивый открывается. Вот эти хребты и кладбища. Вау. Да. У них вид красивый. Мам! 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 С таким видом поднимаемся тоже в первый раз. Ааа, Раратик. Красавчика. Фух. Жестко. Да, здесь нужно обязательно до обеда, потому что жарко, очень, очень жарко. Но какие виды, а? Так, посмотрите. вот это да. Где эти тапки только не ходили, ребятки? Ой-ой-ой. Опа. Опа. А теперь они добрались до Арарата. Это невероятно. Слушайте, какая красота. Вот это да. Вот с таким видом на Арарат можно завершать данный видеоролик, ребятки. как вам? Как вам наша ночевка? Как вам Арарат? Как вам вот это вот место? Пишите в комментариях. Кто не поставил в начале еще лайкосики, ребята, поставьте прямо сейчас, напишите комментарии и сделайте репосты в социальной сети. Если вам выпуск прям конкретно понравился и вы нас конкретно хотите поддержать, вот здесь я оставляю на поддержку канала. Будем с вами прощаться, увидимся уже в новом видеоролике отправляемся сегодня дальше путешествовать по Армении. Все, друзья, пока! Субтитры создавал DimaTorzok